Сделать Чебоксарский залив ярче, спортивнее и доступнее. Такие идеи звучали во время публичного обсуждения дальнейшего развития территории залива. Концепцию благоустройства обсуждали не только члены общественных организаций, архитекторы, искусствоведы, предприниматели, но и неравнодушные горожане. Участниками встречи стали специалисты из Москвы и Нижнего Новгорода. В течение нескольких часов участники генерировали свои идеи. Чтобы работу была более эффективной, создали мини-группы. Мы разбились на команды. В каждой команде был архитектор. И мы отвечали быстро в режиме быстрых мозговых штурмов на вопросы. Какие есть у территории плюсы, какие есть проблемы, какие есть негативные сценарии на территории, это когда что-то плохое там происходит, какие позитивные. А дальше мы размещали на территории залива те функции, которые люди хотели бы там видеть, но их сейчас там нет. К примеру, многие хотели бы, чтобы на заливе появилась современная спортивная площадка, где можно заниматься разными видами спорта. Причем в любое время года. На территории залива был скейт-парк. И это была точка подъезжения для очень многих молодых людей со всего города, которые приезжали туда, знакомились, дружили и развивались вместе. Мне кажется, вот это то, что будет очень круто реализовать сейчас, особенно сейчас, потому что это очень популярный вид спорта, олимпийский вид спорта, и он легкодоступен для детей. Мы хотим развить наш склон горнолыжный. У нас потом правительство с прошлого сезона канатная дорожка, там пункт проката, хотим больше света, больше мест, где люди могут посидеть, посмотреть и участвовать в катании. Многие считают, что залив должен иметь и художественную ценность. Очень уместны там будут некие арт-объекты. Пришла замечательная идея по благоустройству Московской набережной и залива после того, как летом прошел первый всероссийский в Чувашии пленэр. Приехали ведущие художники к нам в город, нарисовали в честь дня города картины замечательные, подарили городу. И пришла такая замечательная идея, почему бы не выставить все эти работы по набережной и по заливу в стеклянном тенде под ключ, чтобы постоянно, вне зависимости от погоды, дождь, холод, зима, люди могли гулять и смотреть на эти замечательные работы. Отдельно поговорили об освещении. Многие сошлись на том, что залив нуждается в дополнительной подсветке, ведь в темное время суток в лучах искусственного света эта территория заиграет новыми красками, станет намного привлекательнее и интереснее. Все эскизы и предложения по использованию территории залива рассмотрят специалисты. Историческая часть города будет благоустроена с учетом мнения горожан, отмечают в столичной администрации. Методика проведения такого общения, такого диалога с горожанами, я думаю, будет дальше расширяться и внедряться в практику работы с населением по благоустройству общественных территорий города. Пришли историки, пришла молодежь, которой тоже интересно это пространство. И, видимо, в скором времени мы увидим уже результат. А какой будет результат, покажет время. Галина Титарчук, Республика.